Ключевой вопрос, который нужно рассмотреть, это как разбить вопросы по категориям с тем, чтобы потом можно было из них создавать разумные тесты, так чтобы было возможно отсортировать вопросы правильным образом. Итак, для этого мы идем в любом курсе, сейчас я выберу русский язык, в курсе нажимаем на шестеренку, дальше заходим в больше и проматываем до банк вопросов, в нем выбираем категории, нам нужны категории. Категории в Moodle работают по принципу дерева, то есть у нас есть основная категория, под основной категорией располагаются под категории, потом еще под категории, еще под категории, такое дерево, если так можно выразиться, или лесенка, категория под категорией может быть достаточно длинное, то есть может быть бесконечное количество под категории. Сейчас я покажу, что я имею ввиду. То есть у нас есть, например, какая-то основная категория, например, в физике это будет механика, или даже еще более основная категория. Например, если мы создаем единую базу данных для всех классов, то тогда мы можем назвать самую большую категорию, например, физика. В ней у нас будет подкатегория идти в документ, потому что в документах списки создаются очень похоже на категории. Итак, у нас будет какая-то большая категория, например, физика. В ней мы можем завести подкатегорию физика, например, седьмой класс. А в ней может быть подкатегория механика. В ней, например, по механике может быть кинематика. А в ней, например, движение по прямой. А в ней еще, например, задачи простые. Я их обычно плюсики обозначаю. То есть задачи, задачи плюс, задачи средней сложности и задачи очень сложные. И вот таких подкатегорий может быть достаточно много. Скажем, мы выяснили сейчас движение по прямой. Соответственно, здесь может быть, например, движение по окружности. По окружности. И здесь тоже будут свои, соответственно, задачи. Задача плюс и так далее. Могу, например, добавить еще сюда. Будет механика. Ой, механика уже была, извиняюсь. Будет не кинематика, а динамика, например. А в динамике может быть, например, силы тяжести. А в ней, например, может быть подкатегория задачи. Есть подкатегория, например, вопросы на понимание. И в задачах могут быть, например, наши задачи плюс. Как было. Задача плюс-плюс. И задача плюс-плюс-плюс. То есть, вот у нас получается такое гигантское дерево в категории подкатегории. И глубина этого дерева, то есть, то, насколько глубоко мы хотим углубиться в подкатегории, зависит только от нас. Мудл ее напрямую не ограничивает. Как ее теперь создать в Мудле? То есть, как сделать так, чтобы наши задачи были ассортированы нужным нам образом? Для этого мы заходим, повторяюсь, нажали на кнопочку категория. И здесь мы выбираем, куда мы хотим добавить нашу категорию. Чаще всего мы добавляем это либо в наш курс. То есть, в этом случае наши вопросы будут видны только в рамках нашего курса. То есть, например, я создал курс физика 7 класс. И все вопросы, они хранятся только в этом курсе. Я могу сделать так, чтобы вопросы хранились не в курсе, а в модуле. Модуль – это набор курсов. Например, естественно-научный модуль. Там есть физика, химия, биология. Даже несколько курсов по физике там есть и так далее. То есть, в этом случае мои вопросы будут доступны не только внутри моего курса. Но они также будут доступны и внутри чужого другого курса. Например, учитель, ведущий физику 8 класса и имеющий базу данных вопросов для 8 класса, он сможет видеть также и мои вопросы для моего 7 класса. Как это здесь определяется? Есть, видите, наш модуль, наш курс называется «Площадка для тренировки». Поэтому все, что будет находиться в курсе «Площадка для тренировки», может быть, видимо, только изнутри курса. То есть, если я выбираю, например, «Площадка для тренировки», так называется мой курс, которым я сейчас работаю, то все вопросы будут оставаться только в нем, в этом курсе. Теперь могу выбрать, видите, категорию. Уже не курсы, а категорию. То есть, то, что я сейчас назвал словом «Модуль». То есть, модуль дополнительные курсы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что мой текущий курс «Площадка для тренировки», он входит в большой блок курсов, который называется «Дополнительные курсы». И если я помечу вот здесь галочкой, то тогда мои вопросы будут видны уже всем курсам, которые входят в модуль «Дополнительные курсы». Я не советую выбирать систему. Система означает, что ваши вопросы будут видны вообще всем абсолютно в системе Moodle. То есть, и преподавателям английского языка, и преподавателям математики, и преподавателям русского языка. Это для них совершенно лишнее. Вам нужно выбрать либо курс, то есть, по умолчанию сюда, либо категория. В зависимости от того, все-таки хотите ли вы, чтобы эти вопросы увидел кто-то еще. Я рекомендую выбирать категорию, потому что в этом случае вы, например, закончив курс физики седьмого класса и перейдя в курс физики восьмого класса, сможете всегда обращаться к вопросам предыдущего курса, то есть использовать их тоже. В этом случае вопросы будут видны всем курсам в рамках естественно-научного модуля. Соответственно, поэтому я здесь выбираю дополнительные курсы. Теперь в рамках нашей ситуации, в которой мы сейчас живем, сейчас я покажу пример, как это выглядит, например, в физике. То есть, мы будем работать с двумя курсами. Этот у меня курс называется «Площадка для тренировки». То есть, здесь я показываю какие-то приемы. А вот реальный курс физики, например, вот он. И если посмотреть, то есть проделать те же операции, посмотреть, как заданы вопросы здесь и зайти в категории, то видно, что здесь у меня все вопросы, они, видите, хранятся в категории физика. То есть, если мы посмотрим, видите, у нас есть мои курсы. Вот сейчас я покажу это на странице Moodle. Секундочку. Домашние страницы. Давайте откроем, чтобы посмотреть. Вот у нас домашняя страница. Здесь есть большой блок естественной науки. И в нем есть категория физика. Вот она. И в этой категории, видите, много-много-много-много-много разных курсов. Вот все мои вопросы, они хранятся в категории физика. И поэтому всем этим курсам, которые здесь есть, мои вопросы видны. И наоборот. Но мои вопросы не видны, например, в биологии. Потому что биология это уже другая категория. Ну и, конечно, мои вопросы не видны в гуманитарных науках. Соответственно, вот здесь, если мы посмотрим, видите, категория вопросов для физика. То есть, все, что здесь создано, оно видно только для физики. Когда мне хочется добавить новую категорию, видите, я захожу в нее, то он меня сразу спрашивает. Вы хотите добавить категорию к вашему курсу, к курсу физики? Или вы хотите, чтобы ваши вопросы были видны для всего раздела физики, если так можно выразиться. Ну и вот я всегда добавляю для раздела, на самом деле. Возвращаемся назад. В моем текущем случае, вот прямо здесь, то есть, когда мы говорим про площадку для тренировки. Наверное, мне бы не хотелось, чтобы мои вопросы были видны для всей категории дополнительные курсы. По той причине, что дополнительные курсы бывают разные. И они не только по тренировке для Moodle. Это не физика, где у нас все курсы, они так или иначе связаны с физикой. Поэтому в моем случае, именно здесь, я выберу, чтобы мои вопросы были доступны только моему курсу. Поэтому я напишу по умолчанию для площадки. То есть, вот сюда, для курса моего площадка для тренировки. И тогда другие курсы внутри этого блока, они не будут видеть мои вопросы. Далее, я создаю какую-то категорию, самую первую, самую верхнюю. В моем примере с Вардом это будет, скажем, физика, седьмой класс. Я напишу, например, что может быть здесь. Ну, мы будем заниматься... Предположим, будем задавать, не знаю, по вопросу. Категория, категория 1. Вот, говорю, создать. Значит, если я теперь посмотрю, видите, в моем курсе возникла категория 1. Давайте создадим подкатегорию. Значит, я захожу, опять же, мотаю, точнее, мышкой вниз. Но здесь я уже выбираю не по умолчанию для площадки, а я включаю и выбираю категорию 1. То есть, я создаю категорию в категории, если так можно выразиться. Здесь я, соответственно, пишу что-нибудь вроде под... Это пишем... Подкатегория 1. Говорю, создать. Вот у меня возникает подкатегория. Соответственно, это могла бы быть физика, а это могла бы быть физика 7 класса. Давайте создадим еще одну. То есть, я захожу сюда, захожу в категорию и создаю подкатегорию 2. Так, добавляю. Вот у меня начинает образовываться мое дерево. Так, давайте еще его сделаем более ветвистым. Я захожу в подкатегорию и говорю подкатегория 1. Добавляю. И вот у меня, видите, под подкатегория, она лежит в подкатегории. А та лежит, соответственно, в категории. Вот. Таким образом я могу создавать любого рода ветвисты, что ли, дерево. Теперь давайте попробуем разместить вопросы в разных подкатегориях. Я схожу в вопросы. Для этого нам потребуется создать вопрос. Видите, автоматически он мне предлагает складировать вопросы просто в папку, так сказать, площадки для тренировки Moodle. То есть, не в какой-то категории, а просто кучкой складировать. Но я могу выбрать сразу, в какую категорию я хочу свой вопрос распределить. Например, я хочу, чтобы мой вопрос пошел в подкатегорию 1. Тогда я ее выбираю. И теперь все вопросы, которые я буду вбивать, они будут автоматически находиться в подкатегории 1. Давайте попробуем это. Я задам какой-нибудь простейший вопрос. Напишу вопрос 1. Вопрос 1. Вопрос будет, соответственно, правильно ли. 2 плюс 2 равно 6. И ответ, соответственно, неверный, неправильный. Говорю, сохранить. Вот у меня возник этот вопрос. Если на каком-то этапе я решил, что мой вопрос находится не в той категории, где должно быть. Скажем, видите, он находится под категорией 1. А я считаю, что он должен находиться, не знаю, под категорией 1, например, или под категорией 2. В этом случае я его выбираю, нажимая на квадратик. И говорю, переместить в... И выбираю куда. Например, под категорию 2. Говорю, переместить. И он автоматически туда перемещается. Видите, теперь он находится в другом вопросе. В другой категории, извините. Точно так же вы можете перемещать ваши вопросы из одной подкатегории в другую подкатегорию, так, как вам хочется. Соответственно, когда вы создаете тест, то при создании теста, я сейчас создаю какой-то типовой тест, просто для того, чтобы потренироваться, типовой тест. Не буду ограничивать ни времени, ни возможности, просто для того, чтобы показать, как добавлять вопросы. То теперь, добавляя случайный вопрос, я могу, видите, выбрать из какой подкатегории или категории я буду этот вопрос выбирать. То есть, просить Moodle выбрать. Вот так это выглядит на нашей тренировочной площадке. Как это выглядит в реальном курсе. В реальном курсе, давайте посмотрим, например, физика 10 класс. Здесь есть подкатегория тренажер. Тренажер – это задачи, которые по определенному принципу сформированы. Здесь, видите, есть подраздел динамика. В нем, в самом вопросах, видите, нет. Но в этом подразделе есть под-подразделы движения по окружности, импульсы силы, комплексные задачи плюс стеклота, простые задания. И вот уже в этих подкатегориях задачи хранятся. Вы можете создавать дерево так, как вам нравится. Лично мне нравится делать так, чтобы вопросы не лежали в промежуточных категориях. То есть, например, если вот у вас есть такое дерево, и самый конечный этап вот этого дерева вот такой, то есть задачи такие, такие, такие. Задачи должны лежать именно вот в этих под-под-под-под-под категориях, а не тут, тут или еще где-то. Но вы можете так расфасовать или распределить задачи, как вам кажется удобным. Итого, обобщая, вы можете создать то количество подкатегорий, которые вы хотите. Рекомендую делать так, чтобы ваши вопросы были видны для вашего модуля. Модул это называет категорией, поэтому здесь, видите, есть какое-то неудачное смешение слов. То есть, он называет это категорией физика. А мы это слово категория сейчас применяли к задаче, но тем не менее. Вот. И, повторяюсь, для того, чтобы создать категорию, вы заходите в подпункт категории. И в самом низу, в самом низу есть возможность добавить категорию в любой из, в любую из уже существующих категорий. Продолжение следует...